девочки всем привет сегодняшнее видео будет из разряда собирайся со мной будем делать утренний такой дневной легкий макияж повседневный так что оставайтесь со мной и собирайтесь со мной первым делом я увлажню губы буду использовать вот такой вот бальзамчик от иос очень мне нравятся эти бальзамчики хорошо увлажняет приятный на вкус приятный запах просто вообще классные ну что теперь нужно убрать волосы от лица чтобы они нам не мешались приступаем к макияжу лица первое с чего я начну это вот такой вот консилер от кларанс это моя новиночка очень мне понравился этот консилер называется instant консилер все названия я напишу внизу под видео классные я даже не знаю какой то цвет мне кажется он вообще только в одном цвете потому что ни цифр ничего нет он просто работает супер он очень легкий не утяжеляет зону под глазками и тем не менее перекрывает все темные пятнышки темные круги очень очень мне нравится наношу на пальчик буквально на проблемные зоны и пальчиком же распределяю это тот консилер который удобно распределять именно пальцем потому что как правило мне все таки удобнее распределять такой синтетической плотной кистью консилер иначе очень растягивается зона под глазами вот этот консилер удобнее распределять именно пальчиком на лицо буду использовать биби крем также от clorans skin perfecting cream очень тоже классный очень легкий spf 25 в общем идеально мне подходит я очень люблю марку clorans вы тоже думаю знаете и поняли но вот этот биби крем действительно здоровский так как я не фанат так скажем тональных основ я их использую мало тонким слоем поэтому вот это вот миниатюрки мне кажется не хватит на целый год наношу биби крем как крем обычный для лица то есть несколько точек на лицо и дальше распределяю кисточка от мак номер 187 до фибра этот биби крем хорош еще тем что он отлично подходит для комбинированной склонной к жирности кожи и я не использую после него пудру она просто ни к чему не нужна потому что биби крем как-то вот регулирует работу сальных желез и нет такой жирности у баха через несколько часов очень нравится этот эффект кожи он совершенно невидим лежит очень тонким слоем мы в то же время отлично выравнивает цвет лица но и сейчас когда очень яркое солнце мне как-то не хочется румяна используя постоянно бронзеры и не на скула как бы чуть выше скул именно на щечке придаю такой эффект еще более загорелой кожи хотя мне лицо и так очень классно загорела ну и бронзером я сейчас пользуюсь тоже вот таким вот тот кларанс так вот он выглядит здесь как бы 4 оттенка но я их все смешиваю то есть беру сразу из серединки бронзер не так нравится больше и использую такую вот кисточку величий хвостик от real техникс то есть я наношу его как бронзер но чуть чуть повыше именно на скулы и получается эффект очень такой свежий молодой и приятно тронутой загаром кожи остатки чуть-чуть на лоб на подбородок можно на шейку переходим к глазам и первое что делаю это наношу базу под тени у меня вот в такой вот коробочке от сигма база urban decay сейчас использую такую вот базу с золотыми такими блестками она блестящая шиммерная не очень мне нравится как база то есть база классическая турбан деке лучше но сейчас использую это набираю на пальчик и разогреваем между пальчиками так она работает лучше буквально несколько секунд и теперь наношу на каждый глаз то есть вот видите она такая сразу яркая как тени не такая перламутровая блестящая не очень это хорошо не очень это подходит если вы хотите сделать матовый макияж использовать матовые тени но тем не менее пользуюсь я сегодня буду использовать вот из такой палеточки naked on the run и на все подвижное веко буду наносить вот такой вот очень красивый такой розово-золотой оттенок кстати кисточку использую от сигман такая вот двойная очень легкими движениями тени прекрасно наносятся дальше мак 217 я буду наносить складку века вот этот вот светлый такой коричневый оттенок он даже не не столько коричневый сколько такой светло-серый очень хорошо подходит для складки и немножко туда его протягиваю как бы к вискам дальше беру тут же двойную кисть буду использовать вот такой вот кисть карандаш и вот этот вот самый темный оттенок такой шиммерный коричневый шоколадный болотный такой очень неоднозначный красивый оттенок и этот оттенок кстати очень сильно крошится и не очень сильно к сожалению передается на глаз но мне сегодня этого и надо мне сегодня дневной макияж не были сейчас раннее утро 8 метров поэтому это то что нужно для утреннего для дневного легкого макияжа наношу его кистью карандаш во внешний уголок и как бы немножко как будто бы толстую стрелочку делаю и растушевываю этот же цвет наносим на внешнюю половинку нижнего века теперь я снова беру 217 от мак и буду наносить хайлайтер который здесь идет в комплекте такой вот он не сказать чтобы кремовый но и не сказать чтобы пудровый такая очень приятная текстура нечто среднее то есть не сыпучий и не кремовый продукт очень очень приятный такой на ощупь и хорошо лежит и набираю на кисть наношу под бровь он очень деликатно смотрится сейчас не модно что вы под бровью прям горел хайлайтер поэтому вот это вот самое то мне кажется также его же наношу во внутренние уголочки глаз и и на скулы осыпавшиеся тени смахнем той же кистью дуа фибра которая наносила в биби крем теперь переходим к ресничкам и естественно я их завью и сегодня буду использовать свою любимую тушь от шанель леволюнда шанель потому что у меня сегодня дела я буду много ездить и не всегда будет удобно смотреться в зеркало подправлять макияж а в этой туши я уверена на сто процентов что она никуда не потечет никуда не осыпется никуда не слезет и не смажется поэтому всегда когда у меня какое-то такое ответственное мероприятие или я куда-то еду далеко и как-то вот не хочется и нет возможности постоянно смотреться в зеркало то я всегда использую тушь леволюнда шанель и это стопроцентная гарантия того что с макияжем все будет прекрасно вот вы можете сравнить с тушью и без туши разница колоссальная очень классная тушь она объемная удлиняющая вообще просто супер супер моя любимица все с ресничками я закончила и нижние ресницы я не крашу ну просто как мне кажется что это несколько утяжеляет взгляд и последнее время вообще мне не нравится накрашенные нижние реснички и помаду я буду использовать вот такой вот от urban decay это опять же та помада из разряда на все случаи жизни потому что она очень увлажняющая она классно лежит она не скатывается не стирается достаточно долго держится просто супер во всех отношениях цвет достаточно нейтральный то есть можно и под вечерний под дневной макияж вот так вот она выглядит вроде такой какой-то бежевый но на губках смотрится немножко с розовинкой дневной макияж здесь забыла про брови и конечно же я буду на брови использовать такую вот тушь для бровей brow drama у меня в оттенке dark brown очень нравится хорошо фиксирует бровки немножко придает цвета и брови смотрятся очень ухоженными и красивыми наношу я совсем немножко то есть вот одного макания в тюбик не хватает вполне на обе бровки и смотрится все это очень очень даже здорово ну что я готова побежала по делам надеюсь видео вам понравилось не забудьте поставить пальчики вверх подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны и до скорой встречи пока пока